Ну и далее к нашему эфиру будут включаться наши корреспондентки Алена Грамова и Анастасия Волкова. Будут говорить и рассказывать по ситуации на Востоке. Сегодня была, знаете, вот важная такая фраза, сказанная от главы Луганской областной военной администрации, от Сергея Гайдая. Он сказал, что Северодонецк, по сути, можно освободить за неделю, но вопрос какой ценой. И в этом, наверное, вся вот эта глобальная разница между тем, как действует украинская армия и как действует российская армия. Ну что ж, девочки, Алена, Анастасия, Алена, тебе слово, рассказывай по ситуации. Алена, есть ли на связи у нас сейчас Алена Грамова? Да, Алена, тебе слово. Доброе утро, коллеги, да-да. Доброе утро, я вас слышу. Ну, а если продолжают тему, вот ты сейчас очень правильно сказала, какой ценой, да, и как это все проводится. Я хотела бы напомнить о том, что действительно российские войска, они не делают прямых столкновений, они действуют по той же старой схеме. То есть они вначале накрывают все артиллерией, позиции украинских военнослужащих. И самое страшное, что все-таки жилые районы и массивы, где по-прежнему остаются люди. Ну, конечно, по Луганской области подробнее расскажет моя коллега Настя. Я расскажу о том, что же происходило в области за минувшие сутки в Донецкой области. Начнем со статистики. У нас есть вновь погибшие мирные жители. И в данный момент мы знаем о том, что шесть человек погибло. Один из них, вот более детально расскажу, это мужчина-пастух в таком небольшом населенном пункте Часовьяр. Это город Часовьяр. До начала полномасштабного вторжения здесь проживало порядка 10 тысяч мирных жителей. И вот человек просто вышел пасти крупнорогатый скот и к вечеру не вернулся на место. И уже люди пошли его искать и обнаружили его убитым. То есть это осколочные хранения, это были кассетные снаряды, человек погиб. Обстреливаться населенные пункты вблизи линии соприкосновения продолжают. Это всегда заявляет глава области Павел Кириленко. И каждый день эту статистику готовит Главное управление национальной полиции в Донецкой области. В данный момент мы еще ожидаем, но скажу из практики, коллеги, это не менее 15 населенных пунктов, которые находятся под непрекращающимися обстрелами. Утром в Краматорске тоже было неспокойным, были слышны взрывы. Но все это потому, что уже, скажем так, по сути, где-то в 35 километрах от города проходят боевые действия. Поэтому здесь всегда слышно зону боевых действий о том, как работает и крупнокалиберная артиллерия. И, в общем, все это слышно здесь, даже в городе, в Славянске, гораздо громче. Конечно, хотелось бы мне сейчас рассказать о такой общине, как Светлодарская. Мы знаем о том, что часть уже, конечно, находится в оккупации. И там непростая ситуация. Еще до начала полномасштабного вторжения были постоянные обрывы и проблемы с водоснабжением и электроснабжением. На сегодняшний день порядка 15 населенных пунктов находятся без воды, газа в области нет уже давно, без воды и электроэнергии. И о ситуации, о том, что же происходит сейчас там, рассказал нам глава военной администрации. Прошу послушать. В данный момент под обстрелами находится Углегорская ТЭС, село Новолуганское и Семигория и Кадема. Желающих эвакуироваться нет. Появляются на эвакуацию из ПГТ Новолуганское. Вчера я там был, записалось 10 человек. Передавали через родственников. Однако вывезли четырех и совсем других, не тех, кто захотел выехать. Приезжаешь в населенный пункт, они говорят, давайте через сутки. Ну вы понимаете, в населенных пунктах Зайцево и Кадема желающих нет. Коллеги, я хочу сказать, что действительно эвакуация стала проходить гораздо сложнее, если еще где-то месяц назад населенные пункты, которые попадали под обстрелы, люди здесь начинали реагировать и проситься, чтобы их эвакуировали, вывезли, потому что уже находиться под обстрелами не могли, то на сегодняшний день вновь складывается ситуация, что люди как будто закалились этой всей ситуацией. И все-таки решили для себя остаться. Ну и вот это вот сказал и глава Светлодарской военной администрации, каждый день общаясь и с другими главами военных администраций, то есть населенных пунктов, которые находятся вблизи линии соприкосновения. То вот ситуация действительно такая. Горячими направлениями по-прежнему в Донецкой области остается Лиманское направление. То есть бои сейчас проходят где-то в 20 километрах от Славянска. А Славянский Краматорс, напомню, конечно, является главной и основной целью российской армии, поэтому здесь ситуация непростая. И хочу рассказать еще о том, что вот, например, в Авдеевском и Кураховском направлениях, если мы говорим про Марьинку, то здесь попытки прорыва уменьшились. И все это говорит о том, что, скорее всего, российские войска делают перегруппировку и направляют все свои силы в бахмутском направлении. Напомню еще раз, трасса или сейчас Бахмут, которая все еще контролируется украинскими войсками, пытаются взять ее под контроль. Поэтому вот наши силы тоже направлены на удержание, собственно, позиций в Лиманском и Харьковском направлениях и со стороны Луганской области. Со слов главы области Павла Кириленко, на данный момент 45% области контролируются вооруженными силами Украины, а 55% контролируются российскими войсками. К этой статистике добавились несколько населенных пунктов уже в 2022 году. И с 2014 года мы сами знаем прекрасно, какие территории у нас были временно оккупированы. Добавились, конечно, и разрушенный Мариуполь. Последние официальные цифры, которые у нас были, это 90% разрушений всех городской инфраструктуры. Ну и непременно Волноваха. Сегодня планируем поехать в направление Зайцево. Это вот Светлодарская община, о которой я сейчас вам рассказывала. Непростая там ситуация. Хочется посмотреть на то, как живут там люди, почему не эвакуироваться, и подготовить для вас оперативный материал. Если коротко, у меня все. О ситуации в Луганской области расскажет моя коллега Анастасия Волкова. Ей слово. Да, Алена, спасибо. Россияне заняли Николаевку, и в ближайшие часы займут полностью Северодонецк. К сожалению, ситуация в Луганской области, новости по Луганской области неутешительные. Противник продвигается по региону и занимает все новые позиции. Вооруженные силы Украины отходят из областного центра в Лисичанск. Такая команда уже поступила. Они героически держали город 4 месяца. Сам Азот, городообразующие предприятия, держали около месяца. Это дало вам спасибо. Возможность Лисичанске, военнослужащим вооруженных сил Украины закрепиться, больше укрепить город, оборонную систему города. И что касательно Северодонецка, то город на сегодня на 90% разбитый, и на 80% дома полностью уничтожены. Предлагаю послушать руководителя Луганской военной администрации Сергея Гайдаева. Сейчас идет больше война не пехоты, а на самом деле артиллерии. Больше такие вот артиллерийские обстрелы. А калибр достаточно большой. Вот для Сичанск обстреливают 152-м калибром, 203-м, 240-м. Это огромные снаряды, которые просто несут колоссальное разрушение. Четыре месяца они не могли захватить Луганскую область в целом. Четыре месяца они не могли захватить маленький город Северодонецк. Маленький. Четыре на четыре километра квадратик. И то они не могли захватить его полностью. У них же тактика теперь очень-очень простая для нас, понятно. То есть они обстреливают территорию, пока не разрушат все, что там есть. И потом заходят по пепелищу просто и занимают территорию. Это не город, это не населенный пункт. Это уже просто территория, потому что они все уничтожают. Что касается Лисичанска, то там ситуация очень сложная. Город накрывает тяжелой артиллерией. Россияне проводят и авианалеты. Если еще неделю назад были хоть какие-то моменты тишины в городе, то сегодня про это можно просто забыть. Постоянные взрывы в разных частях города. Вчера было найдено два тела погибших, два человека погибших в результате обстрела россиян. Одного раненого человека госпиталировали в Черновцы. Российские оккупанты подступают уже к Лисичанску со стороны занятой Мирной долины и Устиновки. На улицах города зафиксированы вражеские диверсионно-разведывательные группы. И их украинские военные смогли ликвидировать. Но ситуация на самом-то деле очень тяжелая. Россияне поставили для себя новую дату по захвату всей Луганской области. Это 26 июня. Конечно, за два дня они не справятся и снова провалят очередную дату. Но их тактика ползучего захвата приносит им новые занятые территории, которые еще раньше были жилыми населенными пунктами. Сегодня четыре месяца со времени полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины. И четыре месяца, когда Луганская область сдерживает атаки Российской Федерации. Но стоит понимать, что на сегодня у вооруженных сил Украины в Луганской области не хватает, катастрофически не хватает боеприпасов и дальнобольного оружия. Поэтому сколько еще сможет продержаться область, это очень такой открытый вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok